Девчонки, всем в очередной раз привет! Это Марина. В этом видео я хотела бы немножечко пообщаться по поводу марафона «Год без покупок» и показать вам некоторые вещи, которые у меня появились, новые. В общем-то, сейчас идет уже третий месяц, и никаких покупок, кроме запланированных для отпуска, я не делала. Ну, еще крем для тела, да, вы уже это все видели. И сейчас хотела бы вам показать подарок. Мой муж просто уже не выдержал, что мне ничего не надо, я ничего не прошу, а я отказываюсь сама от каких-то подарков. И он мне предложил купить мне, ну, что-нибудь новое из белья, и повел меня в магазин «Интимиссими». Я не стала отказываться, потому что я недавно делала расхламление белья, и, в общем-то, много чего нужно было докупить. Но я сейчас не планировала это делать, вот, и поэтому решила, ну, немножечко так обновиться именно в этом магазине. Именно магазин «Интимиссими» я очень люблю. Мне там все подходит. Я считаю, что их трусики бесшовные, это просто шедевр. Всем их советую, настолько невесомые, вообще, вы будете казаться себе обнаженной. Просто настолько они не мешают, нигде не выступают под одеждой. Очень приятные к телу, классные. Ну, и также, конечно же, кружевные, очень красивые, очень легкие. Очень нравятся. Ну, и, в общем-то, эта покупка была... Здесь столько трусики. Я обычно такое стараюсь не показывать, но так как это новые вещи, наверное, я покажу. Не знаю, может быть, потом я удалю это видео, посмотрим, если оно будет иметь какой-то недоброжелательный отклик. Вот, ну, сейчас покажу, потому что вот еще какая-то новая. То, что я выбрала. Здесь, кстати, нет обычных бесшовных трусов. Мне в этот раз захотелось чего-то другого. И это вот такие вот варианты. Беленькие. Это задняя часть. На предыдущих как раз передняя была с кружевом, а задняя беса. Вот здесь вот, как на бесшовных, верхняя, передняя часть вот такая тоненькая. А сзади идет кружево. Тоже очень красиво смотрится. И это такие же, как первые, только в таком приятном бежевом оттенке. Здесь кружево спереди. Очень красиво. И знаете, какой еще был приятный момент? Раньше такого просто не было. Продавщица на кассе говорит вам ароматизировать покупку. И я такая думаю, оооо, до чего дошел прогресс. То есть это прямо так, знаете, меня подкупило. Говорю, да. То есть она мне предложила там несколько парфюмов, которыми впоследствии наароматизировали вот эту всю красоту. Это сейчас пахнет просто очень приятно. Мне так нравится. И вообще, то есть это вроде как такая, знаете, мелочь, но это добавляет какой-то такой вот роскоши в эту покупку, в этот подарок. Да, вот эта мелочь делает еще более приятно. Мне понравился этот элемент. Вот молодцы, если честно. И запах такой классный. Все. И хотела с вами, девочки, немножко пообщаться по поводу... Ну, как буквально одну минутку. Хотелось сказать вот по поводу того, что все-таки мне сейчас очень сложно не покупать. И даже не в плане того, что я шопоголик или что-то такое, или что мне что-то очень сильно необходимо. Но в основном вот с какой я столкнулась проблемой, что для меня покупки это, как знаете, некое такое поощрение себя, то есть какое-то такое удовольствие, вот показ любви к себе, скажем, демонстрация любви к себе. И вот мне сейчас несколько не хватает этой демонстрации. Я покупаю очень хорошие продукты, которые я ем. То есть я посещаю салон красоты, я путешествую, но в то же время вот каких-то таких мелочей, знаете, вот как такое белье, например, как хорошая обувь, как парфюмерия, без которой я вообще жить не могу, как новая помада, извините, мне там кто-то звонит. Продолжим. И вот какие-то такие вот незначительные элементы, они все-таки наполняют и окрашивают жизнь. Вроде как это что-то, может быть, и не очень нужное, но это то, что вы себе с одной стороны можете позволить, и с другой стороны это то, что реально приносит вам удовольствие, пусть даже на незначительное время, хотя вот, например, парфюмерия мне приносит очень большое удовольствие и надолго. Я несколько потеряла элемент импульсивности в своей жизни, то есть мне хочется, чтобы этой женственности стало немножечко больше, вот мне хочется такого какого-то порыва, эмоционального такого всплеска, знаете, какого-то безрассудства, вот хочется вот просто вот взять и пойти сделать, но есть марафон, и только третий месяц, марафон называется «Год без покупок», а на самом деле мы начали с начала апреля, и, ну, то есть мы уже там прогуляли январь, февраль и март, то есть по сути 9 месяцев нужно продержаться, а это только третий, и тяжело вот именно без вот этих таких, знаете, подарочков для себя. Поделитесь со мной, что вы думаете на этот счет, как вы считаете, потому что я поняла все-таки, что я, например, не аскет, то есть я держусь, потому что я человек достаточно принципиальный, для меня это важно, вот если я сказала, да, чтобы я как-то держала себя все-таки в руках, в рамках, мне это интересно себя проверить, но мое естество говорит, что оно хочет другого, поэтому мне будет интересно узнать ваше мнение. Спасибо большое за внимание, с вами была Марина, всем пока!